Беларусь 1 Беларусь 1 У гэтай господарцы засталось убрать 10% площу, да и в целом Мурочицком районе темпы жнева добрые. Те, кто финишовал, допомагают суседям. Движащаяся к концу уборочная просто-напросто нас подстегивает в том плане, что ожидается все-таки дождей, и тот хлеб, который на сегодня стоит на полях, нужно убрать, чтобы его не производить доработку. Допрацовка означает додатковую сушку, а это выдатки, яких при таком надворе можно позбегнуть. Сэкономить за кошт высоких темпов задача целком реальная. Жневоу темный час суток мает свои особливости. Опытные комбайнеры ведают, что не глядячи на низкую худкость, у ночной уборцы есть переваги. Например, пылу, який подымается в день, у ночи практически нема. Днем мы убираем, конечно, побыстрее зерновые, потому что виднее. Но комбайны греются, и приходится их останавливаться, продувать приходится. А ночью, конечно, лучше комбайном убирать. Воздух свежий, погода позволяет, поэтому стараемся и ночью убирать. Хлеб с поля Украины убирают больше, как 10 тысяч комбайнов. Чекается, что у раджа и зерневых в этом году складе амаль 8 миллионов 800 тысяч тонн. Максим Савин, телерадиокомпания «Гомель» при подтримце агентства Телиновин Заречицкого района. Поляпшение умов для занятков спортом, як фактор повышения физичной и профессийной подрыхтовки. Сегодня в «Гомеле» открылся физкультурно-здоровленческий комплекс для супрацовников системы Министерства внутренних справ. Центр профессийной подрыхтовки службово-прикладных видов спорта належит Департаменту Аховы и Побудованы за сродки ведомства. Самая активная фаза будовництва произошла на 2014-2015 годы. Вся рода гоноровых гостей, яке присутничали на открытии комплекса, начальник Департамента Аховы Министерства внутренних справ Сергей Хаменко, начальники и наместники правооховных ведомств Гомельского региона, простойники Улады, епископ Гомельский Жлобинский Стефан. Спортивный будинок включает в себя тренажерные борцовские залы, помешкание для гульнявых видов спорта, музей и администрационные кабинеты. Центр профессийной подрыхтовки будет выкористовываться для проведения споборництва и станем местом, где правооховники у якостных умовок смогут займаться спортом и полепшать узровень своей физичной подрыхтовки. Я вам открою маленькую тайну, что в период строительства этого комплекса неоднократно посещал этот объект. Почему? Потому что данный объект являлся довольно серьезным объектом инфраструктуры. Современность соответствует требованиям 21 века. И то, что в этом комплексе будут заниматься не только сотрудники, но и ученики профильных классов, правопорядка, дети, проживающие в ближайшем микрорайоне, те дети, которые относятся к семьям милиционеров, работников силовых структур. Это тоже, наверное, показатель современности этого здания. На Гомельщине обвешаны открытый конкурс патриотичной фотографии. Дарыч, принять эту делу им смогут не только жихары Беларуси, а и других стран. Все роды организаторов конкурса под назвой «Яга на Руся, что я с Беларуси» – Головное управление идеологичной работы, культуры и по справах молодости Гомельского Аблова-Канкама, областный комитет БРСМ и Палац культуры Белецки. Термин проведения – с 10-го жнивня до 15-го вересня. Сгодно с умовами конкурсу, досланные фотосдымки повинны утримливать элементы атрибутыки национальной беларуской культуры, а так само адлюстровывать национальный колорит краины. Представить работы можно будет в буйных социальных сетках. Пераможцы-призеры смогут принять эту делу профессийной фотосессии с наступным размещением фотосдымков на билбордах на территории Гомельской области. А про то, что планируется подрихтовать специальное друкованное выдание. Если мы найдем партнеров, найдем спонсоров, а я думаю, что такие люди найдутся, которые согласятся поучаствовать в таком проекте, мы выпустим еще фотоальбом, который распространим и по сети публичных библиотек Гомельской области, которые будут присутствовать и в отделах идеологической работы нашей области, и в учреждениях культуры, там, где конкретно воспитывается личность каждого человека. В Гомельском районе Калявевске Старые Дятловичи протягивая свою працу экологичный лагерь «Доследчик». Его удельники – подлетки Зусей в области, которые захопляются биологией, удельничают в предметных олимпиадах и международных конкурсах и навод пишут «Доследшие работы». Продпочинок детей, которые выбрали полевый быт замест компьютера с интернетом. Наш наступный сюжет. Слово «ботаник» для этих подлетков Зусим неакрыдная мянушка. Надворот – комплименты при знании пылного узровню ведов. А так само назва одной из команд по интересах. Две иншие – зоологи и гидробиологи. У каждой свой план и пералик навыково-доследших задач. Каждый из бригад занимается по своей программе. Наши научные консультанты составляют для ребят задания, инструкции по выполнению этих заданий. И во время лагеря каждый из бригад выходит на местность и занимается сбором полевого материала для того, чтобы в будущем на основе этого материала можно было написать школьную исследовательскую работу и представлять ее на различных конкурсах. Узровень таких работ довольно высокий. Работы призеры областных олимпиад сопоставлены с курсовыми проектами студентов ВНУ. А перемога на республиканских споборництвах равнозначно обороне диплома. Невыпадковое место находжения лагера. Гэтые мястины богаты разностайными типами ландшафтов, які характерны для усяго региона. Для умов життя у палатка хлопцы и девчонки привыкли худко. Дискомфорту не отчувают, а расписанный по хвилинах режим сумовать не дае. Нават интернет, як высветлился, тут зусім не потребны. Уже есть друзья. Нам и так весело. Нас времени просто нет, даже в телефон залезть. Ходим по болотам. Это очень весело. Да, приключений у нас много. В палатках жить очень весело. Вечером сидим возле костра. Будет что детям рассказать. Не то, что я сидела 16 лет за компьютером, а так я ходила в турпоходы, в палатках жила, готовила на костре. Руслан Пролясковский, Вольга Вальшенко, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Сегодня стали вядомы все переможцы и призеры першинства региона по конным спорте – сирот юниоров. На протягу четырех дзен с поборництвы проходили у областным центра Олимпийского резерва по конным спорте у «Гомели». Юные конники, у сего больше, как 40 человек, выявляли мощнейших у таких дисциплинах, как конкур, выездка, а так само трохборье. Апошние, уключая у себя манежную язду, конкур и полевые испыты «Тикросс». У апошний день у программы были выездка и заключны самые видовищные складанные элементы трохборья – полевые испыты. Гэта – соправдная проверка для спортсменов. Одразу бачный узровень подрыхтовки, а так само умение керовать живелой. Першинство Гомельской в области – свое особливое подведение выника у работы конно-спортивных школ и отделений за минулый учебный год. А кроме того, гэта добрая махчимость ценить подрыхтованность гомельских спортсменов до республиканских споборництвов. Дарэч, все фавориты подтвердили свой высокий класс. Кандидаты на участие в Олимпийских днях молодежи по конкуру на этих соревнованиях показали, что они вполне готовы для выступления на республиканских соревнованиях. Это наши спортсменки Плескацевич Настя, Елизавета Маршалова и Ольга Щуко. Они выступая во всех видах программ по конкуру, были в призовых местах. Также порадовали воспитанники отделения выездки, тоже показали довольно высокий уровень подготовки. И на этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры.